Я приглашаю в президиум Гришачёва Вячеслава Леонидовича, Кузьмина Николая Алексеевича, Ахимова, секретаря. Сюда к нам. Значит, по списку у нас числится где-то порядка 4-38 человек. Вот здесь я тебя посчитал, присутствует всего, наверное, 50 человек. Я не ошибаюсь. В газетах было ярко напечатано приглашение всех ветеранов и пенсионеров. Ну вот вы понимаете, как получается, что все мы жалуемся на нашу тяжелую жизнь, а прийти на собрание мы не приходим. Мы пригласили сюда к нам депутата Государственной Думы, членом фракции Коммунистической партии Российской Федерации, Кузьмина Николая Чайчева. Пожалуйста, прошу любить вас. Он любезно согласился выступить перед нами, ответить на все вопросы, которые мы заранее уже кое-кто подготовили, а знаю, что мы по этому поводу проводили совет ветеранов. Ну, зададите вопросы, которые вас интересуют. Честование юбиляров, если они такие пришли к нам, ну, Вячеслав Леонидович скажет. И второй основной вопрос. Заслушаем депутаты Государственной Думы. Ну, я заглавил так вопрос, и в поездке дня напечатано было, о работе депутата. Нашего совета ветеранов, которые нас везде фотографируют, снимают, подснимают и потом передают в высшие печатные органы. И вот вместе со Светланой Павловной Рудаковской они делают большующе военно-патриотическое дело. Зайцева Елена Федоровна. Мне приятно с вами видеться в очередной раз. До этого я, по-моему, приезжал как депутат Законодательного собрания Ленинградской области. У нас были свои встречи, я так понимаю, около 4 или 5 за период, начиная с 7-го года, когда я впервые был избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области. Вместе с вами мы вопросы обсуждали и говорили по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, но мало что смогли изменить. Потому что, ну, наверное, у нас все-таки сил не столько, сколько бы мы хотели иметь. С 15 апреля 2014 года я приступил к исполнению обязанностей депутата Государственной Думы. В Госдуме я вошел в комитет по природным ресурсам и экологии. Выезжали мы несколько раз в Крым. Создана комиссия по экологическому и энергетическому безопасности. Последняя наша поездка по обеспечению Крыма водой. Было заявление о том, что со стороны Украины в отношении населения Крыма проводится политика экоцида. Первое появилось это слово, то есть экологическое геноцид в отношении народа с точки зрения обеспечения водой. В сооружении, которое находится в услуге в порту, мы, будучи председателем комиссии по экологии, дважды выезжали туда с тем, чтобы был постоянный контроль за тем, что происходит в порту, в сооружении в услуге. Там на сегодняшний день более 20 юридических лиц, которые между собой мы взаимосвязаны. И мы обращались к Министерству правства по Российской Федерации, чтобы все оставить под полный контроль, для того, чтобы председательный был мониторинг за всем, что происходит в услуге. Что касается Лисинского сельского поселения, мы выезжали туда и говорили о том, что строительство нового завода, связанного с химией, наверное, проще развивать все-таки на предприятиях и сварить, потому что это те же самые удобрения, которые примерно технологии схожие. Мы можем развивать на новой территории и загрязнять окружающую среду. Это невыпустимо с точки зрения сохранения здоровья людей, очень серьезное, оказывает на окружающую среду и здоровье человека. Проблемы, связанные со строительством замечающих мощностей Ленинградской автовой станции в Сосновом Бару находятся под постоянным контролем. То, что идет строительство, там есть вопрос по мокрым границам, которые 200 тысяч тонн воды морской будет выпрасываться в атмосферу. В Тиквине феррохромовый завод, который сегодня перегружен шлаками от выработки феррохрома и начали засыпку в том числе территорий больничных городков, в Бакситогорске детских садов. Об этом было заявлено и впредь, чтобы такого не допускалось. Поэтому здесь тоже очень серьезные проблемы. Есть с точки зрения использования решения проблем экологии по Ленинградской области. Высокотехнологические отрасли, нужно планировать их развитие, нужно рассматривать количество трудовых ресурсов, энергетических, природных, для того, чтобы в совокупности решать проблемы развития всей территории Российской Федерации, в том числе и Ленинградской области. Когда мы в 2009-2010 году Валерию Павловичу Сердякову задавали вопрос, как же так, мы сегодня не имеем никаких планов развития Ленинградской области, то планирование трехлетнего бюджета, оно на самом деле планируется только один год и больше ничего. В следующие два года такие цифры абсолютно приблизительно никем серьезно не просчитываются, и вопросы эти не решались. Право возродить общественный контроль за работой государственных органов, за работой тех структур, которые каким-то образом относятся к государству. Были подготовлены законы о контроле за ценами на продукты первой необходимости для населения. В эту группу входило 22 номинования товаров первой необходимости. Когда начали голосовать, опять у нас голосов оказалось 210 голосов, а нужно 226 для того, чтобы преодолеть вот это состояние. Поэтому вот тот первый вопрос, который здесь задан, это состояние ли Госдума остановить рост цен на продукты питания, на продукты первой необходимости. Город Кингисепт внес серьезную лепту и в годы гражданской войны, когда впервые на территории Кингисептского района, на районе Ивангорода, была одержана первая победа над иностранными войсками. Дело в том, что практика вся у нас показывает, что чиновники все проблемы с серией ЖКХ пытаются переложить на собственников жилья и тем самым перекладывать на их плечи не только свою работу, но и всю ответственность за нее. Получается, что мы неграмотные люди, мы все работаем, мы имеем право на оперу. А получается, что после работы мы вынуждены бегать по подвалу, проверять эту всю работу, делать вычисления, где-то искать это все. Значит, обращаемся, спускаем все вниз, доходит наша жалоба до того же сантехника, который делает работу, и этот сантехник пишет туда наверх, что, господа, моя хорошая работа, сделана хорошо. То есть в жилищной инспекции надо ввести такую структуру, которая будет независимо содержать комиссию, где будут грамотные специалисты. Вот если я написала жалобу, они спускают не сантехник, проверяют свою работу, а это независимая комиссия. Либо перевести весь надзор за управляющими компанией в государственную структуру, чтобы не мы бегали, а чтобы государство вело надлежащим образом вот этот весь надзор. Не сдают счетчик, я плачу по нормативу. У меня есть хорошее рычаг давления, чтобы моя управляющая компания ремонтировала трубы. Как вы? Не отключили воду. Я написала заявление, ну вот мне два шага. Я дала, не делают перерасчет, возвращают деньги за ненадлежащее обслуживание. Если у меня стоит счетчик, не отключили воду, я уже только, а как надо докажу, что меня ущемляют в моих правах, а вы платите по счетчику. С точки зрения строительных норм и правил, капитальный ремонт – это ремонт дома через 40 лет эксплуатации, когда мысли из строя системы инженерного обеспечения, то есть все трубопроводы, водопроводы, канализация, отопление. То есть пришли в негодность перегородки, пришли в негодность крови. И тогда начинается вопрос о капитальном ремонте. Все, что делает сегодня под видом капитального ремонта, это называется текущий ремонт. И все вопросы со счетчиками, все вопросы с собственностью общей домовой – это все должен приезжать в муниципалитет. И та власть, которую вы избрали, те депутаты, которые назначили этих руководителей от муниципалитета, контролировать, они должны прийти к вам и ответить. Если они это дело не делают, вы должны туда избрать людей, которые будут это делать. Там, откуда берутся источники питьевой воды, они должны быть охраняемыми. Там нельзя не сваливать мусор, ну и вообще мусор должен быть весь собран, отсортирован, переработан. Из-за хранения нельзя устраивать эти полигоны, нужно идти по другой концепции. Вот сегодня, вчера в Санкт-Петербурге проходила конференция. Вчера я был у полномочного представителя президента. Мы обсуждали вопрос о работе с мусором в Ленинградской области. Мое твердое убеждение, что полигонов и свалок не должно быть в Ленинградской области. При строительстве порта в районе Бронки, значит, на мытной территории углублений до 14 метров сейчас идут работы. При строительстве замечающих мощностей Ленинградской области, где каждый энергоблок берет в час 50 тысяч кубических метров, 4 энергоблока – это 200 тысяч тонн в час, закачивается и выбрасывается назад в залив, наносится очень серьезный вопрос, этот урон экологической составляющей, то есть рыба перемалывается, по сути дела. То, что раньше рыба из устья луги входила на нерест и шла по всей луне, и там нерестилась, и потом выходила после нереста опять в залив, сегодня эта экосистема нарушена. Поэтому, чтобы ее восстановить, необходимо все-таки делать рыборазводные комплексы, которые бы компенсировали и балтийский лосось, то есть балтийский си, суда, которые бы выпускали в залив, для того, чтобы компенсировать те потери, невозможность рыбы не инвеститься в тех естественных условиях, в которых это было раньше.